Как правило, хорошая работа по благоустройству и решении социальных вопросов идут рука об руку со знанием проблем и пожеланий жителей. Именно активисты территориального общественного самоуправления лучше всего поддерживают связь между властью и народом. Лидеры ТОСов давно уже стали настоящими проводниками народных инициатив. В зале социально-культурного центра Крымска собрались победители краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» и общественники-активисты из Крымского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского районов, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Сочи. Глава Славянского района Роман Синеговский около стенда, посвященного муниципалитету, рассказал председателю законодательного собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко о работе с представителями территориального общественного самоуправления и о том, как развивается район в социальном плане. Все вопросы местного значения, дороги, тротуары, уличное освещение, ливневые канализации в связи с тем, что Славянский район находится в плавневой зоне, все эти вопросы они обобщают, доводят и мы совместно решаем эти вопросы. Спасибо, что есть краевые программы, очень активно приняли участие, голосовали по программе «Комфортная среда». Благодаря вашей поддержке, поддержке губернатора Ленина Чакандратьева, сегодня у нас реконструируется улица Набережная, участвуем в программах инициативное бюджетирование, строим социальные объекты, сегодня строится детский садик в городе Славянске на Кубани, строится физкультурно-спортивный комплекс в Санице-Петровской. В общем, благоустройство ведется не только в городе Славянске на Кубани, но и, соответственно, в наших населенных местах. Люди это видят, понимают, поддерживают самое главное. Руководитель Кубанского парламента отметил, что Славянский район задает тон в промышленном развитии и служит отличным примером заботы о порядке и повышении комфортности для жителей. Тут уровень промышленного производства, который есть, заслуживает большого уважения. Но и хозяйский подход, который есть в Славянском районе, лет 15 назад, в 10, были законодательные моды в плане порядка, чистоты на улицах. Но нужно отдать должное, что на сегодняшний день ничего не изменилось в Славянском районе. Порядок как был, так он остается. Но я очень рад, что территория, которая рядом с вами находится, есть такая здоровая конкуренция, и все стараются, чтобы не хуже было. Благодаря вот этим инициативам вашим на сегодняшний день представить своей красотой и порядком тот же Крымский район, Абинский район, стремиться к этому. Это здорово. Поэтому также быть примером. Ну а в основе всех этих достижений, безусловно, органы местного Славянского района. Да, потому что каждая территория с каждым годом становится лучше в России. В торжественной части предшествовало проведение семинара. В рамках обучающей программы с информацией по различным вопросам организации деятельности органов ТОС выступили представители ЗСК и Краевого департамента внутренней политики и Центра занятости Крымского района. Юрий Бурлачко обратил внимание собравшихся на то, что ТОСовское движение признается на всех уровнях. Органы ТОС Кубани давно стали первыми помощниками муниципальной и краевой власти в решении вопросов местного значения. Сегодня значимость территориального общественного самоуправления признается на всех уровнях. Органы ТОС Кубани давно стали важной составной частью муниципального управления. Первыми помощниками муниципальной и краевой власти в решении вопросов местного значения. В Крае действуют, как только зашел и в фильме было указано, 6383 организации, из которых 61 орган зарегистрирован в качестве юридического лица. В деятельности сотни тысяч людей. Ключевым моментом стало чествование победителей краевого конкурса из 8 муниципалитетов. Руководители лучших органов ТОС получили из рук главы Кубанского парламента дипломы законодательного собрания края. Традиционной наградой стали субсидии из краевого бюджета. За первые, вторые и третьи места победители получат, соответственно, 500, 300 и 200 тысяч рублей. В числе награжденных три председателя ТОС Славянского района. Юлия Лютова из протокского сельского поселения, занявшая первое место. Елена Лемешева из Славянского городского поселения, второе место. И Галина Нестерчук из рисового сельского поселения, третье место. Для награжденных активистов главное сохранить доверие населения. Всесторонняя поддержка работе на пользу жителям и развитию местного самоуправления будет оказываться и в дальнейшем. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».